еще раз здравствуйте уже добрый добрый вечер у меня есть для вас опять же новости по поводу бритья сегодняшнего я приехал как с мастерской побрился сразу протестировал на радостях бритовки и мне вот сейчас пока вот мотался вот из машины вам вещаю картинку какую-нибудь вставлю иначе тут очень нечего смотреть в принципе ладно тут главное не смотреть тут главное слушать ну во первых я тут уже почитал комментарии подвечал на комментарии на ваши вижу уже такие насмешки идти по поводу европейцев ну не хотите слушать я больше не с ней расскажу зачем мне это надо может вы не поверили может смешно выглядит но ладно все забыли больше не узнаете об этом это не важно все важно в другом в общем радость была но не долго по поводу вот новой бритвки объясню что и как объясню подробно может быть это будет долго может кому не интересно но я это выскажу пока по свежей памяти пока все помню ощущение все со мной что получилось то есть в общем брился сегодня сразу двумя бритами это вот моя 8 который 6 восьмых и вот это вот которые закаленные стали шеха 15 в общем заточены они были на отлично они сейчас на отлично но дело в чем я сегодня еще в мастерской заметил что дамасские бритвы ну реально прямо на многом на много острее вот это сама вот это острота она просто ощущается во всем она просто видно во всем она во всем она просто во всем а тут просто острый просто раздваивает волос там туда-сюда стандартно но начал я бриться брылся него там что-то прям сразу пол улица так половица так не над Я начал бриться, например, вот взял участок, вот пол шеи, пол шеи побрил одной бритовкой, пол шеи другой. Переход на подбородки, вот тут, ну, как бы вот этот, на щеку, половина одной, половина другой. Так же с другой стороны, менял постоянно, только протирал пенку, чтобы она не засыхала на лезвии. И вот так, в таком вот режиме я побрился, вплоть до того, что у меня осталось только вот подбородок и усы. Ну, все вроде бы. Что дальше? Нет, давайте расскажу по результатам. То есть, результат такой, что... Результат такой, что обе бритвы брили мягко, брили уверенно. Единственный небольшой недостаток у сырой бритвы, незакаленной, это то, что уже вот, то есть... После того, как я прошелся, вот, все лицо, то есть, кроме подбородка и усов, она начала чуть-чуть какой-то легкий спотыкач показывать. В общем, сравнимо бритье с импортными бритвами, любыми, старыми. Сравниваю только со старыми. Вот. Новые сейчас вообще какие-то непонятные, в принципе, вроде бреет, вроде нет, вроде садится сразу как-то. Это другой разговор. Ладно. Четкое прям вот осознание вот этого одинакового, это как раз вот то, что вот я, например, брился бачером, потом узким бачером, французом, немцем тоже старым. Все про старые говорю. Вот точно так же брило и затачивалось вот эта вот сырая бритва из ШХ-15. Ну, сырая, в смысле, незакаленная сталь. У У-8 брило точно так же, как и вот эта незакаленная, но острие уверенное, то есть, оно не подсеяло ничего. Вот в этом оно только выигрыши. Единственный плюс. Дальше. Как только я подобрался к подбородку, на этом все бритье закончилось. Учтите сразу, что это только у меня, лично у меня, потому что много людей брились бритвыми из У-8, из ШХ-15, и у них все без проблем, все отлично. Я особенный. Вот это моя особенность в этом. То есть, что получается? Бритвы все по подбородку, как обычный, по усам, как вот эти вот импортные, старые. Они просто проходят по щетине, щетин остается на месте. Щетине по барабану, на то, что по ним бегают бритвы. То есть, я испытал так и сяк, и всякими разными вариантами. Все испытал. Подбородок, усы не бреются. На усах только верхушки сшиблись у щетины, подбородок вообще никак. В общем, я начал нажимать, задирать углы всякие, ничего не помогает. Я начал еще сильнее нажимать, порезался, естественно. Уже просто, уже думал, ну где же оно, вот оно, момент тот, чтобы я сейчас его сбрил. Ну, у людей, как у людей, себе это не принимайте. Это сразу вам скажу. Это лично мое неудобство. Только мое. И поэтому, что я сделал дальше? Я просто уже, ну, терпение закончилось. Я пошел за дамасской бритвой своей, старой, убитой, хлам. И просто в несколько движений добрился в чистоган полный. Вообще не напрягаясь. И на подбородке эта щетина слетела просто как пух. Вот так вот у меня обстоят дела. То есть, кроме дамасской стали, мне вообще незачем браться вообще за какую-то любую другую стали. Это для себя уже усвоил. Все остальные варианты не мои. Дальше. То, что, например, вот многие люди брали У-8, сталь, бритвы мои. И брились, и говорили, что бритье мягкое, там, безупречное. То есть, ощущение вот этого, ощущение, что по воздуху водит. Даже вот настолько все удачно и хорошо. Это здорово. Я очень рад за этих людей, потому что они реально везучие люди. И им с этим очень крепко просто повезло. Вообще беззаботная жизнь в смысле бритья. Дальше. Если когда-то еще у кого-то возникнет вопрос, что выбрать, дамаск или углерод, смотрите сами. Если вас выбирает любая другая бритва, не моего производства, я имею в виду, выбирайте все, что угодно. Но, если вы когда-то выбрали мой дамаск, то есть бритву из моего дамаска, то выбирать что-то из моностали вообще не советую. Уже ни мои варианты, ни другие вообще любые варианты. Просто не советую. Если вы решите сами это сделать, вы сами поймете, почему я так говорю. Потому что так, как бреет дамаск, не бреет вообще ничто. Это я имею в виду, вот на тот дамаск 2600 слоев. Даже, нет, я имею в виду, даже про дамаск, который у меня старый, там в начале 16-го года производился, еще в 15-м даже году производился, у которого 1200 слоев, вот он бреет так, как ни одна моносталь, вообще любая. Просто. То есть, если у вас нет дамаска, его возьмете, допустим, У-8, то она вас чудным образом удивит. То есть, вот тем, как она всегда постоянно остренькая, всегда шустренькая, всегда работает. Если бы вдруг вы взяли мой дамаск, то потом рассматривать какой-то еще вариант из моностали просто не советую. Вы разочаруетесь. Вот так вот. Это вот мои выводы, свежие выводы после бритья, ну, как бы двумя бритами, но по сути я брился тремя, потому что добрился я все-таки в легкую и без проблем каких-то третьей дамаской бритовой в 1200 даже слоев. который проигрывает бритвам в 1600 слоев. И проигрывает прилично. Вот так вот. Сейчас вот только не нужно меня сейчас судить, опять тапки кидать, как по поводу европейцев, там еще что-то. Это я вам сказал то, что реальность есть на самом деле. те впечатления, которые вот только что были мною получены. Поэтому это лично моя практика, мой случай, лично мой, ничей еще либо, вот так вот. ну да, еще раз повторюсь, просто у меня на подбородке такая щетина, что не дай боже, кому такую вообще. Если у кого-то такая же картинка, к примеру, вот так же бритву не хочет вообще никогда же изобревать при любой остроте, при любой геометрии, ваш вариант только Дамаск. И больше ничего. Только тех, кого бреет любая бритва, а таких очень много людей, потому что таких вот неудачников с щетиной по поводу щетин. Вот я вот себя знаю еще одного человека, знаю вот здесь у нас живет у меня рядом. По сути, я вот себя и еще одного человека, двоих знаю, например, с такой супер мутной щетиной. Если вы не с такой щетиной, то вы просто счастливчик, и я вас поздравляю реально от всей души. То есть вы можете позволить себе мягкое бритье в осень, сталью, можете себе позволить вообще любой какой-то вариант и получать от этого кайф. А вот в моем случае только один вариант. Я это сегодня еще раз сам себе подтвердил и просто делюсь с вами. Поэтому я все сказал. извините, что я без картинки в принципе. Тут снимать нечего, тут темно. Я просто на машине сейчас приехал, тут поднял омотался и вот решил вам рассказать. Потому что снять мне сейчас просто вам нечего показать. Все. Еще раз повторюсь. Лично мое мнение, лично мой опыт, лично только это мой случай. Все. До свидания. Субтитры